А напоследок я посру, а напоследок я посру, Прощай, смывать не обезуйся. Что? Ларис, хватит постить всякую ерунду китайскую у себя в инстаграме. Хватит кидать народ. Ух ты, сука. Завидуй молча, блядь бесплодная. Не сиди у меня в инстаграме. Иди лучше найди себе мужика, а то видно, что не ебалась уже с рождения. Поняла? А напоследок я посру. Ёб твою мать. Так. Роза, Василиса, Лариса, Роза, Васили... А, здесь меня нет. А напоследок я посру. Здравствуйте. С вами Лариса Гузеева и в эфире программа «Давай поженимся». Роза, Василиса, я сейчас пересматривала сценарий и есть у нас места, где мои реплики отсутствуют буквально 10 минут. Это моя программа. Редакторы создали эту программу для меня. Я звезда этого шоу. Я делаю рейтинги. Это мои истории про мужа грузина-наркомана вызывают у людей восторг. Роза, не твои истории. У тебя только одна история, что по татарской традиции тебя трахнул отец жениха на свадьбе. Все. И ты, Василиса, тоже. Овен в раке. Венера раком не подходит. Это мое шоу. Но вопрос я потом задам, скорее всего, редакторам. Да, традиционная семья, традиционная семья, это семья, когда сначала делают предложения, потом спрашивают благословление родителей, потом идут в ЗАГС, потом идут в храм, потом делают свадьбу для родственников, потом через 9 месяцев рожается ребенок, потом строится дом. И все это с помощью родителей. А вы что хотите, да? Здоровую, классную девку пришли к нам на программу, взяли ее к себе и без штампа, чтобы она ухаживала за вами, за вашим братом, чтобы вы ее там поебывали, да? И без никаких обязательств вы хорошо устроились. Ну а что здесь? Дом свидания, а не программа «Давай поженимся». Ребят, я против самодеятельности. Я ненавижу шансон. Я ненавижу самодеятельность. Я ненавижу, когда вот эта Петрушка из нас пытается сделать дур. Понимаете? Не выйдет. Мы же с таким опытом. Знаете, я отдыхала в Болгарии. Зашла в гости к актрисе Дзюжевой. Знаете такую? Она говорит, мне тут все нравится. Но у соседей постоянно орет ребенок. День и ночь плачет. У них там двое детей, и они головами бьются о пол. Соседи хамы, ничего с ними решить невозможно. Ну, я пошла разобраться. Позвонила им в дверь. Они дверь открыли. Я на них смотрю. Они меня узнали. Я ногой дверь придержала и сказала им, послушайте сейчас меня внимательно. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Я вызываю полицию и говорю, что вы насилуете собственных детей. Пока они приедут, пока они будут разбираться, пока они заведут это дело. Это Европа. Это европейская страна. И все. Отпуск будет испорчен. И въезд в Европу вам будет закрыт навсегда. И что вы думаете? Все, больше никто там никогда не плакал. Послушайте меня, ну девочки, ну вы же провинциалка. Ну вы же прям как из этой счастушки. Ой, хочу спеть. А я со всей деревней своей ебалась. А как Колька в жопу трахнул, сразу обосралась. Вы, те, которые там живете, все странные. Потому что какая-то холера гонит вас в Москву, в Москву, в Питер. В столичные города нужно ехать за мечтой. За мечтой. Мужчина тоже имеет право на то, чтобы его любила женщина. Почему русская баба считает, что мужчина это кошелек? Это какая-то ступенечка. Это какое-то средство для существования. Он же тоже человек. Он же тоже чей-то сыночка. А вы на день рождения дочери сидели уже вот с таким вот лицом. И вас воротило от него. И вам было погано от него. И он перехватил ваш глаз. Взгляд ваш уловил. А он еще и рюмочку накатил. И справа вам как залепил. Так это у пожилых пока не сообразят, что говорить. А тут 21 год. Понюхали друг друга как собачки. И все понятно, подходит или нет. Есть у меня одна такая знакомая. Эту историю все знают. Я была такая гадость. У меня был такой приступ зависти. Я просто не выдержала. В общем, есть у меня одна такая знакомая. Знаешь, про которую говорят ни кожи, ни рожи. Страшная, как собака. Образование ноль. Она из той породы, которая говорит ложить, звонить. Вот это, понимаешь, вы свято нас. Никто из соседей на Рублевке богатых с ней не общался. А муж у нее настоящий красавец. И очень богатый. Состоятельный по нынешним меркам. По нынешним временам. Ого-го. Прям у них дома. Дома. И я, значит, не выдержала. Накатила. И давай ее чморить. И что вы думаете? Мне отказали в этом доме. Он говорит. Все, я тебе машину с водителем уже вызвал. Поедешь домой? Я вела себе ужасающе. Я, кстати, думала, что я тонко плету кружева. Мол, чудак, посмотри, кто рядом с тобой. А он говорит. Едь домой. Боже мой. Боже, ну она. Это же вообще ни волос, ни фигуры, ничего. Один глаз косит. Боже мой. Я еще домой приехала к Игорю. И рыдаю ему. Говорю. Ну что он меня и нашел? А Игорь говорит. Лялечка. Не переживай. Я заработаю тебе денег. Да какие деньги? Да меня прям зацепило. Вот такие у нее. Вот такие у нее бриллианты. Понимаешь? Дом. Ее прям все пятнами покрылась. Розочка. Я сейчас объясню. Как женщина не любит, когда мужчина лезет в тряпки, в посуду. Так и мужик не любит, когда баба лезет в его дела. Я сейчас расскажу. Вот у меня были очень длинные гастроли. И я уехала. А все знают, что я прекрасная хозяйка. Что я прекрасно готовлю. Что у меня очень много всяких приправ. У меня целая полка разных приправ. А у мужа моего была душевная усечка. И он не знал, что ему делать. И он же еще на нервах начинает отрывать все эти наклейки. Тархун, например. Еще что. Он это все отрывает. Так вот, он взял литровую банку. Сюда высыпал все приправы мои. И вот так вот смешал. Для рыбы приправу. Для овощей. Для мяса. Все это смешал. Я вернулась с гастроли. Смотрю. Говорю. Зачем ты это делаешь? Зачем ты лезешь не в свою территорию? А он же говорит. Ты же все равно смешиваешь. Я говорю. Это я смешиваю. Это я шеф здесь. Это моя территория. Ты просто муж. Я готовлю. И мне знаете, как больно было. Знаете, как я плакала. Я эти все травы со всего мира свозила. Я знаю, что ему нравится. Он лезет не в свое дело. У моего мужчины есть такая дебильная привычка. Лезть туда, куда его не просит. И я ему говорю. Зачем ты не делаешь то, что просишь, а лезешь, куда тебе не надо. Сейчас я вам еще раз объясню. Я пока была поганой и грязной. Со мной были поганые и грязные. Я, когда бухала, у меня муж был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. И правильно делал. Знаете, как не убил. Стучал гантели мне по виску. И смотрел, сужаются ли зрачки или расширяются. Царство ему небесное. Вот так прям сидел на мне. И стучал гантели по виску. До этого дрались и мирились. И когда был очередной удар сильнее по виску. И он смотрел, что у меня проходит зрачками. Я поняла, что если выживу, уйду от него. И что я сделала? Я пошла, вылечилась и освободилась.